Внимание! Проводится массовая проверка водителей. Этот баннер с ребенком в кресле сотрудники 3-го батальона 1-го полка дорожно-постовой службы установили на въезде в Мишутино недалеко от школы. Это 8-й километр автодороги Сергеев-Посад-Колязин-Рыбинск-Череповец. Этот маршрут патрулируют инспекторы 3-го батальона 1-го полка ДПС. Особое внимание уделяют правильной перевозке детей. Количество ДТП с участием маленьких пассажиров увеличилось. 6 марта у нас было ДТП, где у нас пострадал несовершеннолетний ребенок, который перевозился без детского удержившего устройства. В связи с этим у нас сегодня проводится направленный рейд по выявлению нарушений водителями правила перевозки детей. Случается выявление нарушений? Да, сегодня уже в течение с 8 утра по настоящее время уже выявлено два факта нарушения водителями правил перевозки детей. За неправильную перевозку детей предусмотрен штраф в размере 3000 рублей. На нарушителей правил дорожного движения составлены административные постановления. Как так случилось? Ну, так случилось, потому что ребенка в больницу срочно надо было везти, а кресла нету. Маленький ребенок. А вообще знаете, с какого возраста нет? Знаем, знаем. Купите? Оно у нас есть, просто мы его не покупали. За последние три месяца на территории Московской области произошло 63 ДТП с участием детей. Двое из них погибли. 62 получили разные травмы. Сотрудники ГИБДД напоминают водителям, как правильно перевозить детей в машине. Дети до 7 лет должны перевозить с удержанного удержанного устройства это автокресло или люлька. С 7 до 11 лет, пожалуйста, перевозить можно просто пристегнутым ремнем безопасности. Но тоже надо смотреть на рост и вес ребенка. Территория обслуживания сотрудников 3-го батальона 1-го полка ДПС большая. Она включает трассу М8 Холмогоры, Красноармейское шоссе, Ярославско-Горьковское направление, Калязин, Рыбинск, Череповец, Дмитровское, Ярославское и Староярославское направления, а также подъезды к Сергиеву посаду. Полина Иноземцева, Михаил Кирсанов. Программа «События». Продолжение следует...